Исписанного на металлолом УАЗика полезный агрегат собрали инженер и механизатор одного из хозяйств Маргаушского района. Иван Васильев и Андрей Лопатин изобрели разбрасыватель удобрений. Устройство уже успешно используется на полях. Аграрии отмечают даже повышение урожайности. Как молодые кулибины додумались до своей идеи ее воплощения, они рассказали нашей съемочной группе. Тот случай, когда хорошую идею подкинула проблема. До этого хозяйству имени Суворова приходилось привлекать технику из других регионов. А это создавало многие неудобства. Нужно было подстраиваться под чужой график, вне зависимости от того, благоприятные были условия для разбрасывания удобрений или нет. Об эффективности подкормки тогда и речи не шло. Если удобрение вы внесете, например, в сухую погоду, там получается до 90% удобрение может испариться. Эффект будет всего же 10%. Тогда механизатор Андрей Лопатин и инженер Иван Васильев решили сделать свой разбрасыватель. Разобрали старый УАЗ, который уже почти отправили на металлолом и начали создавать чудо техники. Двигатель и ходовая от УАЗика оставили. Ходовую чуть переделали, но вроде нормально. На шесть колес специально сделали. Умельцы и кабину сами собрали, а вот разбрасыватель пришлось купить. Приделали его к своему детищу, сел как влитой. Испытывали агрегат с опаской. На полях проводили все время, что-то додумывали, дорабатывали. Колеса поставили широкие, чтобы увеличить проходимость. Сначала опробовали технику на снегу. За зиму разбрасыватель полностью доделали, а весной его уже использовали на полях хозяйства. За три сезона полезный агрегат показал себя только с лучшей стороны. В сутки где-то 200-300 гектар. Наши земли в порядках тысячи-полторы гектар. Все это мы успеваем в течение двух-трех дней. Разбрасыватель используют для подкормки озимых. Удобрения распределяются по поверхности земли равномерно и в нужном количестве. Как говорят молодые кулибины, плюсы использования техники уже в хозяйстве ощутили. Урожайность повысилась. В конце апреля самодельный агрегат снова выйдет в поля и начнет активную работу. А мастера уже планируют еще что-нибудь полезное соорудить. Благо, что кроме интереса у них есть и по-настоящему золотые руки. Наталья Егорова, Алена Артемкина, Дмитрий Макаров. Вести Чувашия.